В то время, пока обычные жители Владивостока проводят жаркие вечера на улице или на пляже, ориентировщики прочесывают вдоль и поперек лесные массивы города. Приморская Федерация Спортивного Ориентирования практически никогда не отдыхает. Тренировки проходят постоянно. Группами или единолично спортсмены выбирают какую-нибудь интересную трассу и пытаются ее преодолеть. При этом присоединиться к ребятам сегодня может любой желающий. Если тренировка проходит открыто, то все идет, в принципе, по правилам соревнований. То есть спортсмен получает чип, карту, отмечает старт и пошел на дистанцию на свою. Если тренировка для себя, допустим, даже в лесу опытная тренировка, то спортсмен просто пробивает себе, выбирает точки и бежит по этим точкам уже в дальнейшем. Правила спортивного ориентирования, возможно, одни из самых легких среди всех видов спорта. При помощи специальной карты и компаса участники должны пройти неизвестную им трассу. Главная задача – не потеряться и отметиться на контрольных пунктах, разбросанных по всей территории. Из-за простоты правил требования к новичкам здесь минимальные. Штаны, которые не жалко, футболка, которые не жалко, кроссовки, которые не жалко. В принципе, для начала это сгодится. Специальное оборудование – это компас, обязательно. Даже новичку нужен компас, даже 100 рублей в фонарной магазине, но нужен. Потому что азиму для нас – это очень важная вещь. И чип, но чипы мы сдаем в основном всем в аренду. Это для отметки на точках в лесу. На таких открытых тренировках, как и на соревнованиях, собирается и молодое поколение, и уже ветераны спорта. Примером доступности этой дисциплины является знаменитый российский азимут, где ежегодно на старт выходят более 500 человек самого разного возраста. И настрой тут по большей части не на победу, а на хорошее времяпрепровождение на открытом воздухе. Как сын у меня сказал, сына я тоже привел с легкой атлетики, в свое время тренировал, он сказал, у вас тут все как братья. Все так интересные, и все соревнования, которые проходят, взрослые дети стоят обсуждают, независимо от ранга, независимо от чина, независимо от уровня мастерства. Мастер спорта может подойти к новичку и подсказать, что тут сделано неправильно. Единственной проблемой, с которой сталкиваются сейчас местные ориентировщики – малый интерес от новичков. Местная федерация надеется, что этот вид спорта еще заявит о себе. Ведь нынешние профессионалы и члены сборной России когда-то тоже начинали с любительских тренировок в глухом лесу Владивостока. Максим Яковлев, Дмитрий Сухоруков. Новости спорта на восьмом.